приветствую вас народ с вами Варчик в этом видео поговорим с вами про АМХ CDC в игре этот танк появился 10 февраля 2015 года этому танку скоро будет 9 лет в то время он считался очень сильным но и даже 9 лет назад этот танк был не для всех поскольку при его броне 30 миллиметров спереди и 20 по бортам из кормы не позволяет прощать ошибки тем более танк большой попасть в него очень легко но со временем этот танчик устарел и очень сильно в нынешних боях он был не актуален до патча 1.23 в котором его очень сильно апнули танку улучшили стабилизацию максимальную скорость а также перезарядку на чистом танке дпм 2322 который можно еще и разогнать перезарядка 9 с половиной секунд которую можно догнать там практически до 5 секунд причем 5 секунд это еще не предел можно даже немножко перешагнуть за 5 секунд и получить 4.7 а если оборудование еще и фиолетовое поставить в общем и целом танк очень жестко про скорострельность и про дпм но это не единственная фишка танка он еще и очень быстрый 65 километров скорость максимальная у этого танка удельная мощность 35 то есть две главные фишки этого танка сейчас которые именно являются плюсом это максимальная скорость удельная мощность в принципе динамика и теперь еще и скорострельность точность сведения в общем дпм и комфорт стрельбы у танка сведения 1.8 точность 0.34 бешеный дпм на этом танке реально комфортно носиться по карте и дпм врагов но конечно он по-прежнему не для всех поскольку помним размер большой на месте броня плохая на месте обзор 390 позволяет видеть хотя бы кто в нас стреляет но светляком этому танку все равно не быть поскольку маскировка не очень дпм 3000 точность 0.3 полторы секунды сведения с уэйнами 10 градусов это конечно круто но альфа всего лишь 240 пробитие 212 специальный снаряд пробивает 259 это конечно прикольные параметры но от дпм а играть сложнее чем от альфы и этот танк полностью скиллозависимый 0 ошибок он вам прощает как говорится одна ошибка это ошибся этот танк сейчас находится у нас в постоянной продаже я могу порекомендовать его к покупке если у вас со скиллом все в порядке и вам хочется для разнообразия получить какой-то танчик для того чтобы покататься именно в быстро динамичный какой-то геймплей на танке на котором можно крутить воровал очень быстро менять фланги в общем носиться по карте но геймплей максимально кустарный иногда переходящий в какие-то очень быстрые динамичные врывы где вы играете за счет скорости и пытаетесь увернуться от врагов попутно накидываем очень жестким дпм геймплей интересный но сложный я думаю что для большинства это танчик будет непреодолимым и они его реализовать все таки не смогут на танках где есть броня и альфа играть конечно намного легче но я думаю что и любители cdc в нынешнем патче 123 тоже есть по статистике это танк очень сильно поднялся планка на три отметки было 2 500 стало 2 900 2 900 это ну немножко ниже чем какие-то сильные имбовые танки прям до каких-то имбовых танков этот танчик не добрался все же поскольку он не является простым и ошибок не прощает а также его реализация требует без ошибочности что приводит к тому что не всегда стабильно получается на нем отыгрывать все же имбовые танки позволяют набивать результат более стабильно если бы у cdc была альфа не 240 а что-то в районе 280 или 320 я думаю что он бы легко был бы одним из лучших прем танков в нынешнее время но скажите мне а зачем старый миллион раз проданный танк апать настолько чтобы он был прям самым-самым-самым лучшим вытеснил новые танки ведь он уже продан и второй раз его одни купишь но возможно есть новые игроки или игроки которые завели себе новый аккаунт и они возможно захотят взять этот танчик но при этом при всем некоторые новые или имбовые танки все равно остаются актуальными на фоне этого cdc я полностью доволен апом этого танка я считаю что он абсолютно идеальный насколько это вообще возможно в нынешнем рандоме с нынешним балансом танк не получился и сверх имбой который душит весь рандом но при этом и танк очень сильный и на нем интересно играть но ошибок он не прощает поэтому всем подряд я не советую его брать только для людей которые понимают как на таком можно реализоваться и наиграть хороший результат поэтому не нужно мне будет потом предъявлять через миллион лет что я рекомендовал все брать этот танк потому что на имба я все по полочкам четко разложил я считаю что оценил этот танк ровно настолько насколько он заслужил есть все-таки танки сильнее которые легче реализовать хоть я и доволен апом cdc остается небольшой мне осадок поскольку в те там года в 2015 какие-то помимо cdc я любил еще покататься на каком-нибудь ста 2 и есть еще очень много танков средних у которых альфа тоже 240 и практически все они не играбельные устаревшие и нафиг не нужны но в то время я с кайфом катался на 102 и многие старые зрители помнят как я на нем кайфовал сейчас я ни за что в жизни вообще не поеду на нем в рандом хотя за деньги да поскольку он во первых не едет точно также не танкует как cdc при этом там нет дпм а такого как у сиди сель нету сведения полторы секунды и точности 03 возникает вопрос а где баланс ведь на фоне cdc эти танки там какие-нибудь фв4202 ста 2 муц и все тому подобное это вообще не танки на мой взгляд они в разы слабее из этого у меня возникает вопрос вот у вас есть два рыцаря одному рыцарю вы в руки даете меч красивый классный четкий офигенный а второму рыцарю вы даете палку гнилую вот у вас баланс средних танков с альфой 240 есть еще вопросы про идеальный баланс мне кажется к нему не особо то и стремились возможно через время когда-нибудь еще апнут какие-нибудь средние танки да еще и много чего надо апнуть и привести к балансу но на нынешний момент после апа фв4202 возникают вопросы поскольку на фв4202 вообще нереально играть а и 102 еще не апали а когда его апнут и будут ли вообще апать непонятно про ап муца я вообще молчу его вроде как апнули но играть я на нем вообще не хочу он такой ужасный пушка кривущая броня точно также не танкует как и у сиди си и при этом он намного медленней выводы делайте сами на сиди си я использовал обычное стандартное оборудование десылатель стабилизатор вентиляция также не забыл поставить доп паёк в полевой модернизации повышение жизнеспособности модулей улучшение точности а также улучшение маскировки подписывайтесь ставьте лайки всем удачного дня с вами был варчик играть красиво увидимся пока пока